Всем привет дорогие друзья! В этом видео я вам покажу очень крутой эффект, который есть в наших камерах. Возможно вы этим эффектом никогда не пользовались или даже не знали, но после просмотра этого видео вы будете с ним уже знакомы. Итак, заходим в нашу камеру. В нижнем меню у нас есть определенные режимы. Фото, портрет, ночь, квадрат, панорама, профи. Мы заходим в профи и вот обратите пожалуйста внимание, у нас есть такой пункт как выдержка 32 секунды. Что это вообще такое? Выдержка это интервал времени, в течение которого на матрицу будет попадать свет. Таким образом, если вы хотите запечатлеть быстродвижущийся объект, например воду из фонтана или водопад, Возможно вы заметили низкоплывущие тучи, то необходимо использовать короткую выдержку, например секунд 8 или 16. Если же вы хотите заснять объект, который мало освещен, например звездное небо, то лучше всего использовать длинную выдержку в размере 32 секунды. Но важно помнить, что если выдержка будет слишком длинной, то кадр может оказаться засвеченным. С короткой выдержкой это также работает только в обратную сторону. Сейчас друзья, я вам вставлю несколько моих фотографий, которые я буквально на днях запечатлел, засняв прекрасное звездное небо, даже была одна быстродвижущаяся комета. Это на фотографии вы сейчас все заметите. Вот как прекрасно смотрится обычное звездное ночное небо. Эту фотографию я сделал в 2210. Хотя я это сделал на свою камеру, которая установлена на смартфоне Xiaomi Redmi Note 7. Этот смартфон не славится своей крутой камерой, но все же камера здесь достойная в своей ценовой категории. Вот еще фотография, про которую я говорил, что быстро движется комета. Обратите внимание, как красиво это смотрится. Эта фотка была сделана в 22.00 на максимальную выдержку 32 секунды. И вот напоследок я вам покажу сейчас третью фотографию, которую я сделал тоже ночью. У меня эта сестра сфоткала. Единственный, друзья, момент, что когда вы делаете длинную выдержку, то телефон должен быть максимально статичным. Для этого можно использовать обычный монопод или какое-либо другое удобное для вас крепление. Вот обратите внимание, как тоже красиво получилось. Я тут немножечко смазался, потому что я немножко двигался. Хотя я стоял максимально ровно, но длинная выдержка фиксирует любые движения в этом своем кадре. Но в целом звездное небо получилось очень красивым. Посмотрите сами. Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, знали ли вы про этот режим вашей камеры. И пользовались ли вы им когда-то. Надеюсь, что это видео вам понравится. И этот режим тоже. Если это так, поддержите это видео своим лайком, подписывайтесь на канал, оставляйте свой добрый комментарий. Желаю вам всем, друзья, успехов, удачи и всем пока.